Следующий доклад сделает доктор Нива Дата из Швейцарии. Доклад этот посвящен структуре радиотерапевтического департамента, человеческим ресурсам и современному состоянию этого вопроса, а также то, что будет рассмотрение проектов, которые нужны были бы в будущем. Пожалуйста. Спасибо. Доброе утро всем. Профессор Буйдес на самом деле должен был говорить, но, к сожалению, там были проблемы с перелетами, ну и семейные какие-то проблемы. Поэтому я, собственно, заполняю паузу. И поскольку содержание этой темы касается текущей ситуации в Цюрихе, и, ну, я думаю, я паузу это все-таки заполню, разрешите мне рассказать вам о том, что представляют собой некие проблемные вопросы, важные вопросы, но поэтому я хочу показать вам многое на слайдах. Мы только что слушали нашего коллегу из Польши. Он говорил о технологиях лечения, переход от 2D к 3D к объемной визуализации. И это, в общем, прекрасная основа для лечения. Но другой вопрос. А сколько пациентов достаточно имеет возможность получить радиационную терапию? Я говорю в глобальном контексте. Давайте посмотрим на следующее. Хотелось бы поговорить об инфраструктуре радиотерапии, о человеческих ресурсах, о каком текущий статус и какие перспективы до 2020 года. И существует международное агентство, которое утверждает, что такой безмолвный кризис в лечении рака, он существует в развивающихся странах и интенсифицируется, скажем, годом. Но большинство развивающихся стран не имеет достаточного оборудования, радиотерапевтического оборудования, или достаточного количества специализированных докторов и других профессионалов. Это говорил Бородель, директор IAEA. И, конечно, когда мы говорим о разработках, но мы должны понимать, что все-таки для какого количества пациентов эти новейшие технологии предназначены, нужно выйти за рамки присутствия на каком-то национальном уровне, а подумать о глобальном уровне. Если мы будем говорить о радиотерапевтических услугах, это не просто машина, это, конечно же, и оборудование машины, но это и человеческие ресурсы. А также неадекватность всего одного компонента инфраструктуры радиотерапии или человеческих ресурсов может привести к нежелательным последствиям. Вот посмотрите, вот такой эффект шестеренок. То есть каждый компонент таких шестеренок должен работать слаженно, чтобы обеспечить работу всего механизма. Говоря о глобальном сценарии по лечению онкологии, естественно, необходимо поговорить о статусе радиотерапии. И это то, над чем мы работали с 2014 года. Поэтому у нас есть данные, касающиеся этого периода, вот по 2016 год. Если посмотреть на заболеваемость с раком в глобальном уровне и о перспективе на 2012-2020, будет увеличение количества пациентов на 21%. И в странах с высоким уровнем дохода 18,6% рост, а с низким уровнем доходности будет увеличение 23,9%. Это прогнозы ВУЗ. И, говоря о статусе радиотерапии, которая, собственно, необходима для лечения, мы наблюдаем здесь какое-то несоответствие, например, количество единиц радиотерапевтического оборудования и заболеваемость с раком. Это данные на 2014 год. Вот посмотрите, единицы радиотерапии и заболеваемость с раком. Вот видите, существует некая диспропорция. Здесь представлены красные страны с низким и средним уровнем доходов, и зеленые страны с высоким уровнем доходов. И, естественно, в странах с более низким уровнем доходов меньше таких единиц оборудования и машин. Как мы можем подсчитать потребности? Вот эти данные или таблицы – это некий бенчмарк, некий ориентир. Потому что у нас, конечно, есть руководство со стороны АИИ. И здесь мы видим, говоря о инфраструктуре и персонале, что общее количество пациентов, требующих радиотерапию. Следующая единица телетерапии представлена на таблице. Также медицинские специалисты представлены на таблице. И технологии радиотерапии. Так вот, с учетом таких ориентиров, давайте посмотрим на статусы. Во-первых, давайте поговорим о странах с низким и средним уровнем доходов. Мы знаем, что существует определенная методология определения уровня доходов и стран с такими доходами. Здесь представлены данные 139 стран с доходом, представленным в цифрах. А также наличие радиотерапевтического оборудования в странах с низким и средним уровнем доходов на единицу населения. И только в 84 странах радиотерапевтическое оборудование имеется в наличии. 84. И 55 стран не имеют вообще радиотерапии. И это все для них, конечно, отсутствует. Когда мы говорим о методике использования кибернажа, мы понимаем, что вот очень небольшая категория населения пользуется такими возможностями. И пациенты из 55 стран вообще не имеют доступа к никаким радиотерапевтическим единицам оборудования и вообще не имеют возможности. Это проблема. Если чуть вниз пройти, что мы здесь находим? 40% стран с высоким и средним уровнем дохода с населением 358 миллионов человек не имеют доступа к радиотерапии. Собственно, они оставлены без лечения. В общем-то, обречены на смерть. И это ситуация, в которой мир находится. И нужно подумать на эту тему. Нам нужно говорить не о том, что нужно лечить 20-30 пациентов, но нужно подумать о том, что есть категории населения, которые не имеют никакого доступа и их диагностируют, как пациенты с онкологией. Так вот, что делать? Ничего. Что, ждать, пока они умрут? К сожалению. Это наши реалии на глобальном уровне. А вот эта картинка, которую я хотел вам показать. Все страны, которые черным показаны, это страны, не имеющие ни одной единицы радиологического оборудования. Для тех стран, у которых их присутствует радиотерапия, даже доступ к радиотерапии, этот доступ не ко всем категориям, а только определенным группам населения. Вот видите, N равно 84. Поэтому, если посмотреть на картину в целом, 61,4% пациентов не имеют никакого доступа к радиотерапии, потому что общее количество единиц, которые требуются гораздо выше. И к 2020 году нам потребуется 13 307 единиц, что означает, что необходимо еще 221,6% того, что существует. Это дополнительные потребности для того, чтобы все пациенты получили доступ к такому оборудованию. Если посмотреть на распределение, здесь мы видим количество пациентов, так сказать, зеленым. Здесь разными цветами показаны различные страны и категории. И здесь с цифрами представлены потребности. И, в общем-то, ситуация достаточно грустная, потому что потребности не покрываются. Говоря о специалистах, мы должны помнить, что нам нужны доктора, нам нужны технологи, инженеры. И, говоря о сценарии 2014 года и сравнение с потребностями на 2020 год, существует уже большой дефицит. Видите, 61, 38, 68, 66% во всех категориях. В 2020 году потребуются огромные-огромные цифры таких единиц, специалистов и оборудования. Видите, все это показано. Поэтому это вопросы и к производителям, но и не только, конечно, можно ли купить такое оборудование. Так вот, чтобы суммировать, текущие потребности с огромным дефицитом, дефицит 84 страны нуждаются, и необходимо, естественно, обеспечить дополнительные потребности в 2002 году, телетерапевтические единицы, радиационно-онкологические, врачи-специалисты, технологи по радиотерапии. И сейчас, в противном случае, мы встретимся с глобальным кризисом в радиационной онкологии. Да, ну вот, даже если мы не принадлежим к странам с низким и средним уровнем дохода, если мы живем в Европе, где стране с высоким уровнем дохода, нам следует обратить внимание вот на такой труд и на ситуацию в Европе. Это возможности в радиотерапии. Каков потенциал в Европе? Здесь мы рассматриваем, например, 39 европейских стран, данные на апрель 2014 года, и что мы видим. В Европе ожидается повышение пациентов с онкологией практически на 10%, и мы смотрим на оборудование и потребность в телетерапевтическом оборудовании, показанном здесь. Здесь также текущая ситуация, и ситуация на 2020 год в отношении специалистов, радиационных онкологов, медицинских врачей, технологов по радиотерапевтическому оборудованию. И, естественно, дефицит представлен здесь с цифрами в таблице красном и потребности в 2020 году. И это касается Европы. Если мы будем смотреть от страны в страны, мы видим, что необходимо, собственно, обеспечить дополнительные потребности в 2020 году, телетерапевтические единицы, это плюс 1698, радиационные онкологи тоже дополнительные возможности нужно задействовать, медицинские врачи 1563, и технологии по радиотерапии, это плюс 256, с исключением нескольких стран, которые показаны зелёным, где потребности покрываются более-менее. И, опять-таки, вот в этом труде, в журнале по онкологии представлены как раз эти аспекты. Вот есть ли это проблема? Есть ли решение этой проблемы? Как сократить эту пропасть в наиболее эффективном способе, наиболее экономичным способом? Мы говорим не о стоимости лечения, мы говорим об этой огромной разнице, огромной пропасти. И нам необходимо сократить эту пропасть, использовать наиболее экономичный подход. Мы знаем, что радиотерапия требует процесса планирования и реализации. Вот, например, поставлено 50-60% пациентов, которые идут на радиотерапию. Вот идет моделирование, планирование, телертерапия, брахиотерапия и также необходимые площадки для проведения радиационной терапии. И что тут очень важно? Все, о чем мы говорим, должно быть сопоставимо и совместимо. И не для всех пациентов это требуется. Поэтому нам необходимо, конечно, задуматься о стоимости инфраструктуры для базовой радиационной терапии и площадок для проведения этой терапии. И, соответственно, тут стоимость показана в долларах США. Вот это стоимость, которая необходима. Учитывая эти аспекты, нужно подумать, какие прагматические ступени необходимо преодолеть. Работать вместе, объединяться для того, чтобы справляться с этими вызовами. Потому что мы можем, с одной стороны, с системным кризисом столкнуться, нам необходимо его избежать. Если мы будем работать вместе, как эти шестеронки, мы должны делиться своими возможностями и знаниями. Чем мы еще делимся? Мы делимся тем, что у нас имеется. Вот те ограниченные ресурсы, которые у нас есть, используя эти ресурсы для клинических, учебных, исследовательских целей. Нам необходимо осуществлять сетевое взаимодействие или нетворкинг, как мы сейчас говорим. И тут мы задаемся вопросом. Мы сейчас находимся в эре информационных технологий. Можем ли мы использовать эти технологии в полной мере? И вот посмотрите, существует еще очень много деревень. Вот можно мы эти технологии используем в таких отдаленных территориях. Сейчас мы говорим о следующей концепции. Это трехъярусная концепция. Это центр организован, где только лучевая терапия проводится. Затем еще второй уровень или второй ярус. Это бракетерапия, разработка плана лечения. И затем третий уровень. Это уже современные, последние достижения лучевой терапии, радиотерапии, бракеотерапия. И вот эти три основных уровня, три основных яруса необходимо совместить вместе. И пациент, который приходит сюда на первый уровень, должен иметь возможность пройти по этим двум остальным ступеням. Этот подход может использоваться для того, чтобы интегрировать и другие моменты, например, как объединить следующие три основных структуры. Это клинические исследования, научные исследования, образование в радиотерапии и клинические услуги. Я хочу показать также с вами пример, вам пример, как работает эта телерадиотерапия, вот эта сеть телерадиотерапии в Африке. Например, в том регионе, в одном из регионов, где нет доступа к радиотелетерапии. Самый плохой сценарий. Давайте посмотрим. Десять стран представлены здесь, которые обозначены цветом разным, где нет вообще даже ни одного отделения лучевой диагностики, лучевой терапии. Что происходит? Какова стоимость такой ситуации? И давайте попробуем, действительно ли реально изменить эту ситуацию? Вот это результаты, которые мы получили. Буркина, Фасо, а вот как раз страны, обозначенные различным цветом, Тонго, Беннин, Нигер, Конго, Нигерия, Конго. И, как видно здесь, во всех этих случаях, в Гвинеи, Буркина, Фасо, смертность от рака достаточно высокая, 78%, 80%, 70% ТОГа и так далее. А здесь количество тех единиц радиологического оборудования, которые имеются, и которые необходимо дополнить. если ситуация такого рода в 10 странах, давайте попробуем построить центр. В зависимости от потребностей вам необходимо 4 отделения радиотерапии и 1 брахиотерапия, единица оборудования для проведения брахиотерапии. Второй центр, 2 первичных центра и 1 вторичный центр. И доступ к радиотерапии 98%. И мы посмотрим, если мы рассчитаем количество тех единиц оборудования, которые требуются, а зеленые это первичные центры, а красным это помечены вторичные центры. и мы можем рассчитать, какое количество единиц оборудования необходимо поставить и какой процент пациентов сможет получить радиологическое лечение. Если мы посмотрим следующее, например, один вторичный центр, который взаимосвязан с четырьмя первичными центрами, мы видим вот такую сеть, взаимосвязанную сеть. достаточно хорошая сеть системы здравоохранения по обеспечению радиологической помощи с объединением различных профессиональных сообществ, университетов и других отделений. И с вовлечением ВОЗ и других организаций мы можем составить вот такую функционирующую сеть для того, чтобы обеспечить нормальную радиологическую помощь пациентов. Это еще раз хочу сказать трехъярусная радиосистема, трехъярусная сеть. Общее население, например, 218 миллионов, процент заболеваемости раком 0,11 миллионов, требования для радиотерапии 71 тысяч пациентов, инфраструктура, которая требуется для обеспечения трехъярусной системы, сетевой системы телерадиотерапии, это количество единиц, оборудования 155, брахиотерапия 28, СИТ-симулятор 28 и представлено также количество онкологов, радиологов 310, и пациенты, которые имеют доступ к радиотракии, получится 69 69750, это 96%, и мы можем приблизительно рассчитать за 15 лет, какое количество пациентов получит преимущество от данной системы, это приблизительно больше миллиона, стоимость инфраструктуры в составе 344 миллиона долларов в США, это огромное количество, то, что мы получим обратно за 15 лет 516 миллионов, и общая стоимость составит 860 миллионов долларов Соединенных Штатов, если мы переведем это на стоимость лечения для каждого пациента, получится 826 долларов, не миллионы, а только 826 миллионов, 26 долларов США, для одного миллиона пациентов, которые получат преимущество от получения данной помощи за 15 лет. Если мы переведем это на стоимость для населения, это получится приблизительно 4,11 долларов в Соединенных Штатах, а проектируемая, так сказать, предвосхищаемое население, количество населения к 2020 году составит 218 миллионов. Поэтому, если мы сможем построить такую трехъярусную систему, мы можем снизить количество пациентов, которые умирают, не получив данной помощи. Это опять статья, в которой детальным образом рассматривается эти вопросы. А также мы можем говорить о прагматическом подходе. Это так называемый холистический или всеобъемлющий подход с вовлечением всех основных ключевых игроков или ключевых организаций. Представлены также все международные и местные региональные организации, профессиональные сообщества и также организация ВОЗ. Необходимо, чтобы все эти организации, все эти профессиональные сообщества объединили свои усилия. Интеграция – это важный момент. Интеграция всех участников на национальном и международном уровне. Опять же, мы посмотрим различные программы, которые должны быть разработаны на региональном, на международном уровне с вовлечением международных организаций. В конце концов, я хочу закончить мою презентацию данной цитатой доктора Джонаса, которая говорит следующее. Сегодня, в сегодняшнем мире, каждый и каждый человек столкнется с проблемой рака, или как пациент, или как член семьи, или как просто друг. И если эта тенденция будет повышаться, затем, тогда нам необходимо увеличить наши знания, необходимо применять те знания, которые у нас есть, объединяться для того, чтобы справиться с этой проблемой. Лат об организации радиологической помощи при различных экономических условиях, которые имеются в тех или иных странах, но я думаю, что мы не будем все-таки обсуждать этот доклад, потому что прекрасный доклад о том, о принципах, как должна быть организована онкологическая помощь, но все это зависит от того, каковы бюджетные, финансовые возможности каждой страны. А этот доклад, безусловно, должен быть той основой, на которой должны основываться те люди, которые планируют радиологическую помощь в той или иной стране. Вардаклаз был прекрасным. Большое спасибо. И радиологам стоит задуматься о том, как использовать эти рекомендации конкретно в каждой стране в зависимости от ее экономических возможностей. Большое спасибо за это.